Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Сегодня 22 апреля. Ну, для тех, кто еще жил в Советском Союзе, дата непростая. Это день рождения Владимира Ильича Ленина, основателя Советского государства, так сказать, его первого руководителя. И, ну, с одной стороны, Ленин всегда живой, Ленин всегда со мной, Ленин в тебе и во мне. Да, вот, когда я помнится, мальчуганом ходил в школу, с утра была пионерская зорька. И вот эти песни, они крутились, 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 да, вот это вот. А Ленин такой молодой и юный октябрь впереди. То есть, вот, в головы советских детей дедушка Ленин такой добродей, старый доброй. Хотя он, какой он старый? Он это, умер-то, умер молодым, друзья мои. Вот уже, вот, дедушка Ленин, да, он для меня всегда все равно дедушка Ленин, да. Уже я гораздо старше, уже прожил больше, чем Владимир Ильич. Себя не это, не считаю уж прям таким стариком. А этот такой, ну, лысый или не лысый, он все-таки был плешивым, потому что были волосы. Ленин был плешивым, хотя, да, как такие слова я вообще могу говорить про этого человека. Стихи песни, вот это вот все, все кружится. Образ Ильича, там, как говорится, это что за большевик лезет к нам на броневик. Он большую кепку носит, букву «Р» не произносит. Он хороший и простой, догадайтесь, кто такой. Да, друзья мои, вот, даже не вспоминаю, а вот записано это, вот, в мозгу, в сознании, вот эти вот песни. Да, камень на камень, кирпич на кирпич, умер наш Ленин. Нет, сегодня это ни к чему, сегодня наоборот. Сегодня наоборот, какие стишки должны быть. Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой, катался он на саночках по горке ледяной. Друзья мои, специально не готовился, это вот прямо вот, вот возникает из сознания. Вот все, что связано с Владимиром Ильичем Лениным. Ну, действительно, такой культ. А сейчас, сейчас мумия Ленина продолжает лежать в центре Москвы. И хорошо ли это? Хотел ли вот, хотел ли вот этот человек, Владимир Ильич Ленин, вот как вы думаете, доволен ли он своим путем? Вот, то, что он прошел, как он закончил его, как не отпускает его даже уже страна, которая он, ну, как бы являлся одним из родоначальников вот этой новой Советской Республики, уже она, ну, как бы погибла. И он до сих пор, как мумия, лежит, лежит в этом мавзолее, до сих пор. Его влияние оказывается, да, вот в головах таких людей, там, как я, может быть, старше, чуть младше, да, вот эти вот слова, песни, вложена программа, да, вот Советский Союз. Раньше в каждом дворе, в большом или маленьком, стояла маленькая, большая статуя Ленина. Везде, везде эти были портреты этого человека. Въелся, да, вот эти печати, печать дедушка Ленина, теперь это мертвая печать. Есть ли она на вас? Помните ли вы это? В чем-то, да, ну, детство вспоминается, как бы, с позитивом, да, что там, кто такой Ленин, да, там, пацаны, там, Ленин, там. Ну, странный, странный персонаж. Для кого-то это святой человек, да, хотя понимаем, что, конечно, не святой. Конечно, столько всего. Но это история, ее нужно помнить, чтобы, ну, наверное, не повторять ошибок. Хотел ли он такой судьбы себе? Хотел ли он продолжать вот эту, быть жилым мертвецом, лежать в мавзолей? Как вы думаете? Вот хорошо ли ему сейчас, если бы он мог свою жизнь поменять, тогда, когда был маленьким с кудрявой головой? Да, вот сказал, да ну ее эту мировую революцию. Не, не, я, пожалуй, просто проживу жизнь обычного человека. Вот эти тома, сколько там собраний сочинений, которые цитировали, записывали, сколько этого всего. Нужно ли это сейчас кому-то или нет? Наследие жизни. Хотели бы вы быть, там, много томов и ваша мумия. Интересно. Все, драгоценные мои друзья. Празднуем, празднуем день рождения 154 года. Вообще ерунда. Ну, что там, 154 года родился этот человек. Это вчера было. Понимаете, это вчера, 154 года, это ничто. А время идет. 154 года, это был младенец, Володенька. А сейчас это мумия. В центре Москвы. Юмор вселенной. Все, пока, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.